В Тюмени продолжает процветать стихийная торговля. Продавцы изучили расписание патрульных и теперь точно знают, в какое время им не помешают. К примеру, на улице Республики напротив строителя активная продажа начинается только ближе к вечеру. Почему уличные торговцы не уходят на рынки и как с ними будут бороться, узнал Алексей Козлов. Улица Газовиков, полдень. На прилавке фрукты и овощи. С телекамерой к этому фургону еще не подходили. Продавец Сиевуш-Ибрагимов объясняет, на рынке работать слишком дорого, а стоять вот так на улице вынужденная необходимость. Потому что на рынке зарплата мало, меня не выгодно. Меня не строят. Я заплачу налог 18 тысяч годовой. И этот документ я получил для работы. Я здесь полностью имею право работать. Потому что я работаю, продавцам. Однако местных общественных активистов этим не разжалобишь. Ольга Ростовщикова пытается избавиться от фургонов в ее районе уже несколько месяцев. У нее один вопрос. Где гарантия, что продукты качественные? Очень много вот этих магазинов, которыми я могу обратиться по поводу того, что если мне стало плохо. А здесь, к кому я буду обращаться, на кого буду подавать иск в том, что эта продукция у нас некачественная. Вот в том и проблема. Давайте собирайте вещи и до свидания. Вот напротив, вот вставайте вон туда и торгуйте там. А где напротив дорога не застает? Нет, напротив. Вон туда, к гаражам вставайте. А вы скажи мне, о чем мешаем? Скажи мне, пожалуйста. Нет покоя уличным торговцам и на улице Пермяково. Они приедут и... Казаки вон стояли, приедут и будут... Потому что они уходить для штрафа или изымать будем все. Торговцы жалуются. Пробовали пойти в специальные места, где торговля разрешена. Но пришлось вернуться. Подошла женщина и говорит, уходите отсюда, уходите. Вы здесь торговать не будете, мы здесь прописаны. Мы только торгуем по прописке. Я говорю, а я за границей живу, приехала что ли? И все ни в какое. Они говорят, вставайте, сейчас мы возьмем ее за руки и столик все выбросим ее отсюда. Чтобы она здесь не торгала. Моторостроителей. Там специальное место для торговли вы имеете? Да, да. Нам дали туда разрешение. В департаменте потребительского рынка объясняют. Торговля продуктами на улице регламентирована. Есть специально отведенные места. В Тюмени их 300. С начала лета рейды усилились. За два месяца у уличных торговцев изъято 9 тонн товара. Еще больше мусора. Ящиков, поддонов и коробок. На улице попадает та продукция, которая по тем или иным причинам документационного или лабораторно-фитнесанитарного исследования не подлежит продаже с полок рынков или магазинов. Эта продукция попадает на улицу. Естественно, мы ее безопасной никак не считаем и покупать ее не рекомендуем. Если мы говорим о лицах, которые осуществляют эту торговую деятельность, то мы четко понимаем, что это физические лица и к ним применяются меры административного воздействия. Первый штраф на физическое лицо 3000 рублей. Повторный штраф 5000 рублей. Пока борьба с незаконной уличной торговлей идет с переменным успехом. 17 часов, район ДК-строитель. У патрульных пересменка. И на улицу республики снова возвращаются продавцы. На этих любительских кадрах видно, как из машины ящики с товаром переносят на лотки. И так происходит каждый вечер. Видимо, график рейдов придется немного изменить. Алексей Козлов, Андрей Захаров. Тюменское время.